Глава 12. Возобновление депортаций. К концу сентября 1942 года 101-й резервный полицейский батальон участвовал в расстреле около 4600 евреев и 78 поляков и помог депортировать около 15 тысяч евреев в лагерь смерти в Треблинке. Эти кровавые действия включали 8 отдельных акций, растянувшихся на 3 месяца. В трех случаях – первая депортация из Парчева, расстрел в Ламазах и депортация из Мензежеца – полицейские работали вместе с подразделениями Хиви и Стравников. На остальных пяти – Юзефове, Второй Парчевской депортации, Сирокомле, Тальцине и Коцке – полицейские работали в одиночку. Окупанты смогли отчетливо сохранить в памяти эти действия. Они были в состоянии описать каждое из них довольно подробно и точно датировать их. Однако в период с начала октября по начало ноября деятельность 101-го резервного полицейского батальона значительно активизировалась. Одна акция следовала за другой в непрерывной последовательности, поскольку десятки тысяч евреев были депортированы из округа Радзинь в ходе неоднократных операций по расчистке гетто. Поэтому очень трудно реконструировать события этих смертоносных шести недель. Воспоминания полицейских размывались, когда одно действие переходило в другое. Они все еще могли вспомнить некоторые отдельные случаи, но уже не могли вписать их в хронологическую последовательность конкретных операций. Моя реконструкция этой быстрой последовательности событий, к которой должны быть приравнены спутанные воспоминания полицейских, основана прежде всего на последовательных исследованиях польско-еврейского историка Татьяны Брустин-Беренштейн и Еврейского исторического института в Варшаве. В начале сентября было изменено расположение полиции порядка в Люблинском уезде. Была создана четвертая зона безопасности, в которую вошли три уезда Бялоподляска, Хрубешев и Хелм вдоль восточной границы района. Это позволило перебросить первый и второй взводы второй роты Гнада из уезда Бялоподляска в города Мензыжец и Камаровка на севере Радзинского уезда. В последнюю неделю сентября большинство оставшихся в Бялоподляске евреев последовали за второй ротой. Их схватили и перевели в почти опустевшие гетто в Мензыжецце. Транзитное гетто Мензыжецце также пополнялось в сентябре и октябре из городов Радзинского уезда, непосредственно из Камаровки, а также из Вогин и Чемерников через Парчев. Из всех этих переводов полицейские запомнили только один из Камаровки, где регулярно дислоцировался второй взвод второй роты. Среди евреев Камаровки была женщина из Гамбурга, которая раньше владела кинотеатром Миллертор Кино, который часто посещал один из полицейских. Гетто в Лукове служило вторым транзитным гетто, куда прибывали евреи из других небольших городков Радзинского уезда. Этот процесс концентрации был, конечно, зловещей прелюдией к возобновлению смертоносных перевозок в Треблинку и систематической кампании по освобождению Северного Люблинского округа от евреев. Координационным центром октябрьского наступления на гетто Радзинского уезда было отделение полиции безопасности под руководством унтерштурмфюрера Фритца Фишера. Администрирование гетто Радзине, Лукува и Мензежеца было возложено на сотрудников полиции безопасности в июне 1942 года, но местная рабочая сила была весьма ограничена. В Радзинском филиале и его аванпосте в Лукове было примерно 40 немецких полицейских безопасности и помощников из числа этнических немцев. Фишер также имел в своем распоряжении постоянное подразделение из 20 хиви. Мензежец, Лукув и Радзин имели в общей сложности от 40 до 50 жандармерий. Ясно, что эти ограниченные силы полиции безопасности и жандармерии даже собственным подразделением хиви Фишера полностью зависели от помощи извне для депортации евреев из этих гетто. И снова 101-й резервный полицейский батальон предоставил основную часть живой силы, без которой расчистка гетто никогда бы не состоялась. Депортация в Треблинку возобновилась 1 октября, когда 2000 евреев были вывезены из гетто Радзиня. 5 октября 5000 евреев, а 8-го еще 2000 евреев были депортированы в Треблинку из Луково. Параллельно с этим тысячи евреев были депортированы из Мензежеца 6 и 9 октября. Предположительно, поезда из Луково и Мензежеца были соединены после погрузки, хотя свидетели об этом не заявляли. В период с 14 по 16 октября очистка Радзиньского гетто была завершена путем перевода 2-3 тысяч евреев в Мензежец. Их пребывание было недолгим, так как евреев снова депортировали из Мензежеца 27 октября и 7 ноября. 6 ноября 700 оставшихся евреев в Коцке были доставлены в Луково. На следующий день, когда также очищали гетто в Мензежеце, 3000 евреев были депортированы в Треблинку из Луково. С депортациями время от времени происходили расстрелы с целью ликвидации тех евреев, которые успешно уклонились от расчистки гетто, спрятавшись, или были намеренно оставлены, либо из-за нехватки места в поездах, либо для работы на очистке. Когда шестинедельный натиск закончился, бойцы 101-го резервного полицейского батальона помогли депортировать более 27 тысяч евреев в Треблинку в ходе восьми операций и убили, возможно, еще тысячу во время облав и по меньшей мере четырех зачисток. То, что полицейские помнили о каждой из этих акций, сильно различалось. Первая операция, депортация 2000 евреев из Радзене 1-го октября, была проведена совместно с людьми из первой роты и 20-ю Хиви под командованием унтерштурмфюрера Фишера. На месте, по-видимому, было мало убийств, хотя Хиви часто производили предупредительные выстрелы, чтобы отогнать евреев к вокзалу. На следующий день, 2-го октября, третий взвод второй роты сержанта Штейнмеца завершил ликвидацию Парчевского гетто, расстреляв, по приказу Гнадо, более сотни евреев, которые, по-видимому, были доставлены туда слишком поздно для перевода в Мензежец. После этого были проведены одновременные депортации из двух транзитных гетто в Лукове и Мензежеце 1-й и 2-й ротами соответственно. С начала сентября лейтенант Гнадо разместил штаб своей новой роты в Мензежеце. Чтобы избежать сложного польского произношения, солдаты 2-й роты называли его подходящим немецким прозвищем Меншеншек, что означает «человеконенавистник». Водитель Гнадо Альфред Хайльман вспоминал, как однажды вечером отвез лейтенанта на пятичасовое совещание в здание на главной площади Мензежеца, которое служило штабом полиции безопасности и тюрьмой. Во время собрания из подвала раздался страшный крик. Два или три офицера СС вышли из здания и разрядили автоматы через окна подвала. «Теперь у нас будет тишина», — заметил один из них, когда они снова вошли в здание. Хайльман осторожно подошел к окну подвала, но вонь была столь ужасной, что он повернул назад. Шум наверху усиливался, пока в полночь не появился Гнадо, совершенно пьяный, и не сказал Хайльману, что гетто будет очищено на следующее утро. Солдаты 2-й роты, дислоцированные в Мензежеце, были разбужены около пяти часов утра. К ним присоединился 2-й взвод Друкера из Камаровки, а также значительный отряд Хиви. Люди Друкера, по-видимому, оцепили гетто, в то время как Хиви и остальные полицейские порядка выгнали евреев на главную площадь. Гнадо и другие использовали свои кнуты против собравшихся евреев, чтобы заставить их замолчать. Некоторые умерли от побоев еще до начала марша на вокзал. Хайльман наблюдал, как евреев, содержавшихся в подвале тюрьмы штаб-квартиры полиции безопасности, вытаскивали и уводили. Они были покрыты экскрементами и явно не ели несколько дней. После того, как необходимое количество евреев было собрано, их повели на вокзал. Тех, кто идти не мог, расстреливали на месте. А охранники безжалостно стреляли в колонну евреев всякий раз, когда та замедлялась. Небольшой отряд полицейских уже находился на вокзале, чтобы распугивать польских зевак. Гнаде руководил погрузкой прибывающих евреев в поезд. Стрельба и избиение применялись без ограничений, чтобы максимально увеличить количество евреев, забитых в каждый вагон для скота. 22 года спустя первый сержант-лейтенант Гнаде сделал очень необычное признание, учитывая явное нежелание свидетелей критиковать своих бывших товарищей. «К моему сожалению, должен сказать, что у меня сложилось впечатление, будто старшему лейтенанту Гнаде доставляло большое удовольствие все это дело». Но даже самое разнузданное насилие не могло преодолеть нехватку вагонов, и когда двери наконец закрыли, в живых осталось около 150 евреев, в основном женщин и детей, но также и несколько мужчин. Гнаде вызвал Друкера и сказал ему отвезти этих евреев на кладбище. У входа на кладбище полицейские отогнали нетерпеливых зрителей и подождали, пока на грузовике не подъедет старший лейтенант Остман с запасом водки для расстрелянных. Остман повернулся к одному из своих людей, который до сих пор избегал стрельбы, и сказал ему, «А сейчас пейте, Пфайфер. На сей раз другого выбора нет, потому что еврейки должны быть расстреляны. До сих пор ты выпутывался из этого, но теперь настала твоя очередь». На кладбище был отправлен расстрельный отряд численностью около 20 человек. Евреев приводили группами по 20 человек, сначала мужчин, а затем женщин и детей. Их заставляли лечь лицом вниз у стены кладбища, а затем стреляли сзади в шею. Каждый полицейский выстрелил семь или восемь раз. У ворот кладбища один еврей бросился над рукера со шприцем, но был быстро схвачен. Остальные евреи тихо сидели в ожидании своей участи, даже после того, как началась стрельба. Они были очень истощены и выглядели полумертвыми от голода, вспоминал один охранник. Количество жертв этой депортации из Мензежеца 6 октября и последующей депортации через три дня установить невозможно. Свидетельские показания сильно различаются. В любом случае, гетто снова пополнили в середине октября, когда из Радзеня было привезено от двух до трех тысяч евреев. Их собрали рано утром 14 октября и погрузили в караван из более чем ста конных повозок. Охраняемой польской полицией, этническими немцами из Зондердинст и несколькими полицейскими из первой роты, караван медленно двинулся в Мензежец в 29 километрах к северу, прибыв туда после наступления темноты. Затем пустые вагоны вернули в Радзень. В ходе последующих действий 27 октября и 7 ноября гетта Мензежеца была очищена от всех, кроме примерно тысячи рабочих евреев. Эти действия должны были быть не столь обширны, чем в начале октября, поскольку ни подразделение Хиви, ни полиция безопасности из Радзеня для помощи полицейским не привлекалась. Полностью ответственным теперь был Гнаде. По-видимому, именно он ввел еще один этап процедуры депортации – раздевания. Собранных на рынке депортируемых загнали в два барака, где заставили раздеться и выложить ценности. Обратно им разрешили надеть только нижнее белье, несмотря на холодную осеннюю погоду. Полуголых их отвели на вокзал и погрузили в вагоны для перевозки скота, направлявшиеся в Треблинку. По завершении акции 7 ноября подразделения 101-го резервного полицейского батальона с конца августа депортировали не менее 25 тысяч евреев из города Человека-ненавистника в Треблинку. Пока Гнаде депортировал евреев из Мензы-Жеца, первая рота параллельно проводила акции в Лукове. Однако капитан Вулауф больше не был главным. Его отношения с Трапом неуклонно ухудшались, и майор открыто говорил о своей тревоге по поводу эпизода в Мензы-Жеца, когда Вулауф взял свою новую невесту, чтобы наблюдать за расчисткой гетто. После резни в Сиракомле Вулауф сопровождал свою жену в Гамбург, где он оставался в течение нескольких дней, прежде чем вернуться. А вернувшись в Радзень в середине октября, он заболел желтухой. В начале ноября погиб его единственный брат, летчик Люфтваффе, а через несколько дней в Дрездене погиб отец. Вулауф вернулся в Дрезден на похороны, сообщил о болезни и снова вернулся в Гамбург для амбулаторного лечения желтухи. Выздоравливая, он узнал, что его просьба отозвать его с передовой как единственного выжившего сына была одобрена. В январе 1943 года он ненадолго вернулся в Радзень, чтобы забрать свои личные вещи. Если Вулауфу и удалось выбраться из 101-го резервного полицейского батальона, его люди не получили такой же передышки. Вместе с людьми Штейнмитса из Ламас и Парчева 3-й взвод 2-я рота, а также с отрядом Хиви они осуществили две депортации из Лукова 5-и и 2-х тысяч человек 5-го и 8-го октября. Воспоминания о депортациях резко различались. Некоторые утверждали, что были только случайные выстрелы и практически не было убийств. Другие же помнили много стрельбы. Действительно, один полицейский едва избежал шальной пули. Глава еврейского совета вместе с другими видными евреями был убит на сборном пункте Швайнемаркт или Свином рынке во время первой депортации. Многие из тех, кто успешно спрятался во время первой волны, были обнаружены и депортированы через три дня. Вывод одного полицейского о том, что депортация из Лукова была явно более упорядоченной и гуманной, чем августовская депортация из Мензыжеца, мало что раскрывает, учитывая непревзойденную жестокость последней. После первых депортаций взвод Штейнмитса вернулся в Парчев, а штаб батальона был переведен из Радзеня в Луков. 6 ноября лейтенант Бранд и сержант Юрих руководили переводом в Луков последних 700 евреев Коцка. Когда Юрих обнаружил, что многие евреи пропали без вести, он тут же застрелил главу Еврейского совета. Как и при переводе из Радзеня в Мензыжец, использовались гужевые повозки, и они добрались до Лукова только поздней ночью. Заключительная депортация от трех до четырех тысяч евреев из Лукова началась на следующее утро, 7 ноября, и продолжалась несколько дней. Больше не сомневаясь в своей судьбе, евреи пели «Мы едем в Треблинку», когда их вели прочь. В отместку за то, что полиция еврейского гетто не сообщила о скрывшихся евреях, полиция порядка расстреляла от 40 до 50 человек. Во время этой последней депортации многие евреи, по-видимому, упорно прятались. После того, как поезда ушли, полиция безопасности применила уловку, чтобы выманить выживших евреев из их укрытий. По всему гетто было объявлено, что будут выданы новые удостоверения личности. Любой, кто сообщит о его карточке, будет пощажен. Любой, кого найдут без нее, будет немедленно расстрелян. Надеясь хотя бы на очередную короткую передышку между депортациями, доведенные до отчаяния евреи вылезли из своих укрытий и доложили. 11 ноября, после того, как было собрано не менее 200 евреев, их вывели за пределы Лукова и расстреляли. Еще одна группа была собрана и расстреляна 14 ноября. Члены 101-го резервного полицейского батальона участвовали по крайней мере в одном, если не в обоих, последних эпизодах расстрелов. Поскольку трап и основная часть первой роты, по-видимому, находились где-то еще, Бухман временно остался без своего защитника. Он и практически все свободные люди в штабе батальона, клерки, связисты и водители, которые до сих пор избегали прямого участия в массовых расстрелах, внезапно оказались на службе у местной полиции безопасности. В отличие от смутных воспоминаний тех, кто к осени был присыщенным ветераном многих еврейских акций, воспоминания о расстреле евреев в Лукове были для этих посвященных весьма яркими. Один полицейский вспоминал, что слухи о готовящемся расстреле уже распространились накануне вечером. В этот вечер у нас в гостях был увеселительный отряд берлинской полиции, так называемое социальное обеспечение фронта. Эта развлекательная группа состояла из музыкантов и исполнителей. Члены этого отряда также слышали о готовящемся расстреле евреев. Они просили, даже настойчиво умоляли разрешить им участвовать в казнях евреев. Эта просьба была батальоном удовлетворена. На следующее утро Бухман вернулся с собрания и повел своих людей к зданию полиции безопасности у входа в гетто. Полицейские заняли посты охраны по обеим сторонам улицы. Железные ворота гетто открылись и несколько сотен евреев хлынули из них. Полицейские вывели их из города. Требовалась дополнительная охрана для еще одной колонны евреев. После этого членам штаба батальона было приказано явиться в штаб полиции безопасности. Несколькими днями ранее они наблюдали из окон школы, которая была превращена в их квартиру, как евреев Лукова вели маршем по дороге к вокзалу. Теперь пришла их очередь принять участие. Они получили контингент от 50 до 100 евреев и следовали тем же маршрутам из города. Тем временем первая колонна свернула с дороги и пошла по тропинке к открытому лугу с песчаной почвой. Офицер СС приказал остановиться и велел заместителю Бухмана Гансу Пруцману начать расстрел евреев. Пруцман сформировал расстрельную команду из 15-25 человек, в основном добровольцев из развлекательного подразделения, которые были вооружены батальоном. евреи должны были раздеться мужчины полностью а женщины до нижнего белья. Обувь и одежду они сложили в кучу и группами направились к месту казни метрах в 50. Здесь они легли лицом вниз и, как обычно, были расстреляны полицейскими сзади с использованием штыков в качестве ориентиров для прицеливания. Рядом стоял Бухман с несколькими офицерами СС. Когда бойцы штаба батальона вышли на песчаный луг, стрельба уже велась. Бухман подошел и сказал им, что они должны предоставить расстрельную команду, чтобы расстрелять евреев, которых они привели с собой. Один штатный клерк, отвечающий за форму, попросил, чтобы его отпустили. «Поскольку среди привезенных нами евреев были дети, а я сам в то время был отцом семьи из трех детей, я сказал лейтенанту что-то в том смысле, что я не умею стрелять, и спросил, не может ли он назначить меня к чему-то другому». Несколько других немедленно обратились с той же просьбой. Таким образом, Бухман оказался в том же положении, что и трап в Йозефове, и в основном реагировал так же. Получив прямой приказ от вышестоящих офицеров СС и полиции безопасности провести массовые расстрелы евреев с помощью полиции порядка под его командованием, Бухман подчинился. Столкнувшись с подчиненными, которые явно просили другое задание, как он это сделал в Йозефове, Бухман согласился и освободил четырех человек. На время, пока стрельба продолжалась, Бухман удалился. В сопровождении старшего члена штаба, человека, которого он хорошо знал и которого по просьбе освободил от расстрела, он удалился на значительное расстояние от места расстрела. Некоторое время спустя связистам и водителям из штаба батальона было приказано принять участие в очередном расстреле евреев, собранных полицией безопасности в Лукове. На этот раз Бухмана не было. Его многочисленные просьбы об отзыве в Гамбург наконец были удовлетворены. По возвращении он сначала занял должность офицера противовоздушной обороны. С января по август 1943 года он служил адъютантом президента полиции Гамбурга. Затем ему разрешили вернуться в свою лесопромышленную фирму, чей бизнес привел его во Францию, Австрию и Чехословакию в последние годы войны. Незадолго до освобождения из полиции порядка ему было присвоено звание старшего лейтенанта запаса. Ясно, что Трап не только защитил его от участия в еврейских акциях в Польше, за исключением расстрела в Лукуве, но и позаботился о том, чтобы его личное дело содержало очень положительную оценку, которая никоим образом не повредила его карьере. в Лукуве, в Лукуве,